Здесь не просто рушат здания, рушат надежды жильцов, что они спокойно перенесут ночь и останутся живыми. Вера Васильевна живет в доме на Гоголя 54. Женщина говорит, что здание с трудом вынесло строительство соседних домов. И тут новый сюрприз. Напротив, начали сносить старую фабрику. Это может добить ветхий дом, в котором по факту живут три семьи. Здание признали аварийным еще в 17-м году, но сносить передумали. Собственникам предложили провести реконструкцию 70-летнего дома. Для того, чтобы реконструкцию провести, нужно как-то подвести фундамент, вот так вот вдуматься, да? Какая реконструкция, если в доме нет фундамента? Они стучат у нас дома, оттуда трясучка идет, отсюда трясучка, то есть все вибрирует, и мы вот живем вот в этом кошмаре. То, что по соседству ведутся шумные и грязные работы, видно даже вот по этому серому снегу. Такой слой пыли здесь образовался всего за три дня. Недавно на Гоголе 52 разбирали крышу, причем даже не огородили территорию, а ведь в соседнем доме живут пожилые люди, дети, которые могут пострадать в любой момент. Разбирают эту крышу, и все это сыпется, и я делаю им замечания, они не реагируют, более того, делают это ночью. Увидев нас, полуночники скрылись, но позже продолжили свою работу. По словам жильцов, по классике, ближе к ночи. У нас ребенок ночами подскакивает, вы сейчас видели, ребенок прошел, он маленький, он в первом классе учится, он подскакивает среди ночи, потому что трясется все. Он, баба кто там, баба кто там. Это стало опасным. В официальном письме от администрации города изложено, что жильцы должны провести многомиллионную реконструкцию дома до 25 сентября 2022 года за свои деньги. В случае, если собственники не осуществили реконструкцию дома в срок, изъять земельный участок для муниципальных нужд, выплатить денежное возмещение собственникам жилых помещений. Но жильцы надеются, может, кто-то раньше уже обратит внимание на то, что в доме на Гоголя 54 живут не мертвые души, а пока еще живые люди, которые с такими соседями могут и не дотянуть до осени 2022 года. Ирина Корчагина, Николай Шилко, День с толком.